Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляю вас, благословенные друзья мои, с праздником праздников! С воскресением Господа Иисуса Христа! На Голгофе бесновалась толпа, жаждущая крови. Не просто крови, и не только крови. Толпа, возбужденная бездной, требовала смерти правды, требовала смерти жизни. Отпусти нам вораву, а Иисуса распни. Тогда люди предпочли разбойника. Грабить и воровать, врать и убивать – это стало главенствующей концепцией поколений. Лидер человеческой цивилизации – ворава. Иисуса на крест. Иисус осмеян, оплеван, убит, запечатан в могиле. Кончено. Смерть торжествует победу. Однако наступило утро, и над землей воссияло солнце правды. Христос воскрес, жизнь явилась. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И ныне, сквозь тьму смертную, свет воскресения открывает правду вечного спасения. И радостный возглас неба утверждает. Смерть – где твое жало? Ад – где твоя победа? Сила воскресения столь велика, что имеет власть над нами, живущими в последнее время. И слово воскресшего утверждает без тени сомнения. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой Своею. Вот где кроется торжество праздника. Вот где покоится сила веры христианской. Воскресение Иисуса Христа стало главнейшей новостью последних двадцати веков. Воскресение из мертвых в бессмысленную жизнь смерти принесло немеркнущий свет жизни. Страдающее христианство презренное и гонимое, осмеянное и отверженное, и до ныне озарено светом воскресения Господа Иисуса Христа. «Каждому пленнику греха возвещается правда спасения, и еще не закрыт путь к вечной жизни. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Христос воскрес, воскреснет и твоя жизнь». Пилат говорит, «Царя ли вашего распнул?» Первосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Иуда за 30 серебряников продал учителя, затем Петр отрекся. Теперь от имени народа первосвященники отказываются от царя небесного, предпочитая своего земного. Пилат говорит, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Стало мучительно больно. «Не я ли?» Вдруг возник вопрос, разящий в самое сердце, «Не предавал ли я Иисуса?» «Не отрекался ли?» «Не предпочитал ли верность Кесарю, оставляя Иисуса на растяжание толпы?» И стоял народ, и смотрел. И стихи возникли, не мои. «Ты думаешь, Голгофа миновала?» «При Понтии Пилате пробил час, и жизнь уже с тех пор не повторяла того, что быть могло единый раз. Или ты забыл? Недавно мы с тобою по площади бежали в попыхах к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких ступенях. И спрашивал один, и сомневался, другой молчал. И как в былые дни, ты все вперед, к ступеням прорывался. Кричали мы, распни его, распни. Шел в гору он, ты помнишь, без сандалий, и ждал его народ из ближних мест. С молчавшего мы там одежды сняли, и на веревках подняли на крест. Ты, помню, был на лестнице направо, к ладони узкой я приставил гвоздь. Ты стукнул молотком по шляпке ржавой и вникло острие, не троня в кости. Мы хитоне спорили с тобою, в сторонке сидя, у костра вдвоем. Не на тебя ли попала кровь с водою, когда ударил я его копьем? И не с тобой ли у двери гроба мы тело сторожили по ночам? Вчера и завтра, и до века оба мы повторяем казнь ему, и там. Это Зинаида Геппиус написала. Зинаида Геппиус написала. Зинаида Геппиус написала. Зинаида Геппиус написала. Зинаида Геппиус написала.